Здарова, ребята! Какая у вас ассоциация, когда вы слышите 8 марта? По идее, это, наверное, международный женский день, но нет, Блумберг утверждает, что это будет новая презентация от Эпла. В отчете Блумберга говорится, что с вероятностью 85% состоится презентация от Эпла 8 марта, на которой покажет уже, наверное, надоедливый всем, что касаемо слухов и всяких вот этих непонятных вещей, iPhone SE третьего поколения, новый iPad Air пятого поколения и какие-то новые Mac. Также на этом мероприятии будет релиз iOS 15.4 и, возможно, каких-то новых аксессуаров. Презентация будет в режиме онлайн, уже, к сожалению, привычное все это. Я, если честно, скучаю по тем временам, когда в большом зале собирались люди, разработчики, журналисты, и со сцены люди ходили от Эпла и рассказывали про новый продукт. К сожалению, живем в таких реалиях и, скорее всего, презентация будет именно в таком формате отснята заранее. Также в отчете говорится, что будут новые Mac на процессорах Apple и у меня есть такое подозрение, что это будет новый iMac на чипе M1 Pro, M1 Max и, скорее всего, будет больше, чем 24 дюйма. Что касаемо iPhone SE третьего поколения, уже такая немного заезженная тема, но, как показывает интернет, эта тема очень интересная и многие ждут этого устройства. На борту, к моему удивлению, по слухам, опять же, будет A15 Bionic и это, я напомню, чип, который стоит в айфонах последней линейки 13, 13 Pro, 13 Pro Max, 13 Mini. Также iPhone SE будет оснащен модемом 5G, что, в принципе, логично, но он не будет поддерживать беспроводную зарядку Max. Что касаемо дизайна, никаких слухов нет, но это, может быть, пока ближе к презентации, мы все-таки увидим какие-то наработки, какие-то сливы, ну, скорее всего, так и будет. Что касаемо нового iPad Air, то, опять же, исходя из отчета Bloomberg, это будет A15 Bionic и 5G модем будет установлен, так что iPad Air нового поколения будет просто прокачан с точки зрения железа. Вообще, iPad Air, вот этот последний, который с кнопкой Touch ID в кнопке блокировки, на мой взгляд, очень удачный и он немного канабализирует, позволить такое слово, iPad Pro 11-дюймовый. Да, в iPad Air нет 120 Гц, нету мини-LED-экрана, но, тем не менее, цена достаточно вкусная по сравнению с тем, что он предлагает, какие его функции, какие его возможности. По сравнению с iPad Pro 11-дюймовым, там, в принципе, iPad Pro недалеко ушел, поэтому iPad Air это очень классный планшет, который можно купить прямо сейчас. Также будет выпущена iOS 15.4, про которую, собственно, вы уже, наверное, все знаете. Очень много нововведений, Universal Control, новые эмодзи, Face ID без Apple Watch будет работать, разблокировать ваш iPhone. Короче, 15.4 будет очень интересно и, наверное, да, было бы красиво на презентации это все показать. Я немного поразмыслил, порассуждал по поводу этой презентации на последнем эфире, и мы пришли к выводу, что если проводить конкретно презентацию, то эта презентация будет идти минимум час. И на этой презентации показывать iPhone SE нового поколения и iPad Air в час что-то как-то маловато. Даже если новые Mac, опять же, час времени маловато. Я думаю, что будут показаны еще какие-то новые, возможно, продукты. В прошлом году, если вы вспомните, показали iPhone в новом цвете фиолетовом, да, типа как весенний цвет, Тин Кук вышел, такой красивый, прекрасный, все рассказал. Поэтому я думаю, что если презентация будет, а она, скорее всего, будет, как Bloomberg говорит, 85%, то, скорее всего, да, покажут и Air, и SE, и новые Mac, и, возможно, еще что-то. Может быть, какой-то будет редизайн или какая-то новая штука, связанная с HomePod'ами. Как говорится, поживем-увидим. Я прям хочу что-то, мне уже очень интересно посмотреть на эту презентацию, что же там такое покажут, потому что слишком много информации о ней. А на этом я буду прощаться. Дальше больше. Всем здоровья и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok